Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Все так же 17 мая, но только не утро, а уже вечер. Я делала здесь утренний обзор, а вот сейчас зашла показать вам в уральскую теплицу, как мы провели сюда новый капельный полив. Так как теплица у нас это новая, ясно, что здесь ничего не было, никаких приспособлений. И я хочу сейчас подробно показать, как мы сами своими руками сделали капельный полив. Ну делал, конечно, муж, а я там протягивала вот эти, прокладывала ленточки, держала, примеряла. Ну, короче, на подхвате была, но все равно, может быть, кому-то это пригодится. Вот как раз от этого большого куба, от бочки, которая тонна воды вмещается, мы сюда его и протянули. Вот в углу между забором и теплицей установили мы бочку. Только сегодня я увидела, что она очень удобно устроена. У нее тут градуировка по килограммам. Вот 1000, вот 600. Было 1000 литров. Сейчас уже скоро до 600 дойдет. Это значит, 400 литров воды в теплицу уже вылилось. Так, это один плюс бочки. Я все расстраивалась, что она такая дорогая, и стараюсь хоть какие-то плюсы найти, чтобы оправдать эту цену. Потом сделал муж, вот выводной кран. Я вчера показывала, что поступать вода будет. Видите, он провел белую трубу. Туда, под напором, она будет поступать, чтобы мне не лазить, там не шариться поверху. Под напором она будет туда поступать. А здесь самотеком по такой же белой трубе, вот видите, кран я включила, по такой же белой трубе она идет в теплицу. Под фундаментом деревянным она проходит туда. Так, сюда заходим. И вот здесь уже у нас тут нововведение. Мы всегда делали вот такие резиновые шланги, нарезали, чтобы вот эту вот распределительную сделать, вот эту штучку. В этом году сделали, знаете, из чего вот эту? Из дуги пластмассовой. Вот когда укрываем от заморозков, ну не тканкой, вот эта пластмассовая дуга, она удобна тем, что когда у нас здесь получилась дорожка, уже на дорожке, раз в центре у нас грядка, вот эта пластмассовая удобна тем, что на нее, даже если мы наступим, она не, как сказать, не передавливается и вода не прекращается. Все, вот эту дугу разрезали, вот эти вставили и пошла вода. Вот это капельный полив в новой теплице. И в открытом грунте тоже. Короче, мы сегодня весь день спасали растения от засухи. Вот у меня зрительница одна спрашивала, как поливаете в открытом грунте. В прошлом году первый раз провели эксперимент. Вот от водопровода я показывала, прям проводим и ленты разложим. Вот это в прошлом году только вот это томатное поле было полито. Нынче хотим еще две грядки в других местах. Сделать такой же капельный полив очень удобно. Мне понравилось в том году. Краник открыл. Вот мы сегодня весь день раскладывали. Их много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Двенадцать лент надо разложить. А так, как мы уже привязали к колышкам, это не просто надо положить, а вдеть вот туда, между, ну, между ними. Мы все, как это, вдевали, лазили с мужем. Помогал он мне здесь. Зато сегодня я усну спокойно. Мои томаты напоены. А то иногда такая жара, лежишь вечером и думаешь, да, я-то попил воды, а они-то там, бедные, в сухоте стоят. Вот. Не в сухоте уже. И вот только что прочитала комментарий Татьяны Олейниковой, которая пишет, вот вы показываете, у вас уже все, ну, так, цветет, а у нас в городе Бийске живут, еще ничего нет. Специально заглянула на соседский участок. Вот видите, все уже высажено. Правда, они еще ткань не снимают, но в открытом грунте уже и томаты, и огурцы. И смотрите, какие у них вишни большие. Видите, прям ягода уже. Это значит, вишня отцвела уже давно. Так же, как у нас и цветы. И вот у наших соседей вот эти ирисы. Видите, они уже как-то сжомканные. Все отсвели давно. У меня тоже и тюльпаны даже поздние отсвели. Про нарциссы уже говорить нечего. Все давно отсвело. Месяц жары. Сделал свое дело. Я не знаю, как у ваших родственников в Бийске. Ничего нет. У нас, видите, яблоки даже уже зависть. Все не то, что там цветы какие-то отсветшие, а уже полноценные яблочки. Жара сделала свое дело.